Что? Снимаем, да? Окей. Всем привет, ребят, с вами Витёк, это у нас шестая часть проекта Дали постройки в Майнкрафте, уже предпоследняя, второй сезон, тема Звёздные Войны. На самом деле, не буду скрывать, я снимаю шестую серию, вот буквально сразу после пятой, потому что у меня после этого времени, ну, скорее всего, не совсем будут на съёмку, так что я еле-еле успею заснять вот сейчас, а затем постараюсь, конечно, смонтировать и выложить, ну, слава богу, заранее, как-то видеоролики всё-таки отснял уже, смогу их выложить, вот. Ну, а пока что вот так как-то всё это будет, и сейчас я снимаю сразу после пятой, и, впрочем, буквально недавно, ну, и для вас, и для меня, в принципе, мы обозревали эту сценку по Барж Джабе и Сокол Тысячелетий, но сейчас мы разберём Звезду Смерти, довольно-таки классная, она у меня получилась, я считаю, намного лучше от того убожества, даже я призываю, что это было убожество, которое было в первом сезоне, вот. Это, мне кажется, получилось гораздо лучше и интереснее, но всё-таки в полном масштабе его создать довольно-таки трудно, сделал вот таким образом. У нас доказывается Смерти, здесь 4 входа есть в неё, ну, по идее, тут не должен просто пустое место, здесь должен силовое поле. Ну, вот, также переход от нижней части к верхней, в виде такой чёрной, как бы, полосы. Ну, а также здесь есть пушка, которая, с помощью которой, точнее, уничтожает эти до смерти разные планеты. Вот это действительно круто. На этот раз я также бы старался приблизить больше к оригиналу, вот, но всё-таки кое-какие части сделал в минимализме, в миниатюре, называйте, как угодно. Залетаем внутрь, и всё это мы будем рассматривать во второй части, мы начинаем сейчас прямо снизу. Прямо снизу. Ну, во второй части я имею в виду обзор на Слюзу Смерти, или же, если говорить по-другому, в седьмой части моделей и построек. С самого низа начнём, у нас здесь даже нет ничего, вот сюда зайдём, отсюда прям будем начинать. И здесь у нас казарма клонов. Чуть позднее я понял свой фейл, то, что я поставил сюда кровати, а надо было всё-таки лежаки, вот. Но, ребят, что есть, то есть. Надеюсь, вы сможете скачать карту, если вам понравится, можете заменить все кровати на лежаки, в принципе. Вот, если она вам понравится, можете на ней играть, прикалываться. Ну, вот я, к сожалению, забыл это сделать, и очень-очень в этом разочарован. И просите, ребят, меня за это, если вы случайно при игре взорвёте, сами-то вы не хотите эту карту. Точнее, за виду смерти саму. Ну, ладно, у нас здесь есть, как бы, казарма клонов. О, нет, каких клонов? Ну, на тот момент уже были штурмовики. Здесь они могут посидеть, отдохнуть, пообщаться, почитать что-либо. Вот здесь послушать музыку, поспать, полежать. И также опять слушать музыку. Вот, точнее, нет, здесь они могут послушать музыку, а вот здесь они могут именно поиграть сами на музыкальном инструменте. Далее, здесь они могут умыться, приготовить что-то себе покушать. В принципе, вот здесь вот как-то. И вот так вот как-то они живут. Ну, вот. Распределяют обязанности между собой. Мне кажется, так между ними всё это и происходит. Ну, а здесь они могут просто посидеть, что-то обсудить вместе. Вот. На протяжении всей постройки тянутся вот такие вот штуки. Это декорации или часть... Вроде того. Я помню, что в оригинале в фильме такое что-то было, но не помню, для чего это служило. Поэтому я сделал... Мне кажется, так будет намного интереснее, разнообразнее смотреться. По идее, здесь должен находиться один большой лифт, но лифт. Как мы сделаем лифт? Довольно-таки трудно это всё сделать, и поэтому я сделал чисто лестницу. Чисто лестницу. Итак, заходим сюда, на второй этаж. У нас повсюду здесь таблички, вы здесь не запутаетесь. Это лифт. Так, тоже было написано, что это казарма. Штурмовиков. Ну вот, здесь... Хотя нет, там вроде было написано казарма колонов, да, это моя ошибка, там нужно было написано казарма штурмовиков. Здесь склад оружия, боеприпасов и других вещей. Просто сундуки, ничего особенного. На них, думаю, не стоит зацикливаться. Ну, и ендексы, но такие есть, и вот такие, опять же, декорации. И выход в коридор. Что ещё здесь? Просто коридор небольшой, и вот основной коридор. Здесь у нас есть такой кактус небольшой, зачем я его поставил, не знаю, сюда. И здесь, ну, штуалет, непосредственно для штурмовиков. Они смогут умылся, повесить полотенце и в то же время сходить пока что помыться в душе, а потом уже взять полотенце, вытереть и пойти к себе в казармы. Такие вот туалеты здесь есть. Может, здесь поплавать в туалете, он к себе неплохо, но это интересно довольно-таки. Я думаю, штурмовики и каждый день так делают. Потом смывают и, в принципе, выходят. Вот как-то так. А что у нас здесь? Здесь у нас мусоросток. И, ребят, мы туда зайдем чуть-чуть попозже, когда будем, собственно, падать сверху. Ну, думаю, многие знают тут, о чем я. Ладно, выходим на третий этаж. Давайте залезаем. И что у нас здесь? А здесь у нас непосредственно даже не знаю, с чего начать. Действительно, всего очень-очень много. Вот. Начнем с тюрьмы. С тюрьмы. Тюрьма. Что у нас здесь есть в тюрьме? Во-первых, здесь есть четыре камеры. В одной как раз находилась Лея. И должно быть больше. Но, опять же, я говорю, что эту смерть я сделал в максимально большом масштабе для себя. Просто на другое у меня уже не было бы сил. И времени, собственно говоря. Тут они могут отдыхать. Опять же, кровати, чтобы все взорвать. Вот. Ну, также там есть люки. А хотя нет. Я не везде успел поставить люки. Например, вот тут их нет. Вот. Вот тут их нет. И так их не должно быть. В общем, тут я забыл поставить люки. ребят, простите меня. Вот так, как вы видите. А вот так, в целом, камеры все одинаковые. Ну, здесь сидят непосредственно тюремщики. Тюрьма два раза написано. Ладно. Далее. Куда же пойти? На самом деле тут все тесно переплетается. Начнем, пошел вот сюда. Пойдем. Здесь радиорубка. Вот. Здесь могут посидеть. Это, вроде, если не ошибаюсь, малая радиорубка. Здесь есть главная радиорубка. Да. Это небольшая. Здесь они могут связаться. Такой, более мелкий охранный пост какой-то. Вот. Нет, не охранный пост, радиорубка, господи. Путаюсь. Охранный пост там будет. А здесь основная радиорубка. Давайте зайдем сюда. И что же у нас здесь есть? Вы помните, в тот момент, здесь у нас сидели штурмовики и имперские офицеры. Тут сюда забежали Хан и еще кто-то. Чубак, если не ошибаюсь. Здесь всех рассстреляли. Офицеры упали. Не успели тут ни с кем связаться под этим монитором, по рычажкам и так далее. И затем они забежали сюда. Хан, Чубака и Люк. Вроде бы, такой там. Сейчас вспомню, кто там был. А, да. Хан, Люк, Чубака и кто-то еще там был. Честно говоря, не помню кто. Вот. И здесь они уже, как думали, все, тупик, лифт. Здесь, по идее, должен быть лифт. он не сделал, черт возьми. Но лифт не работал. А здесь должен быть, эм, так бы, спуск, вентиляция. И тут уже штурмовики, им надо куда-то уйти. Ну, куда? И в это время они открывают вентиляцию, ломают и прыгают сюда. Четыре, как раз-таки, есть выхода. И вот это место, где еще плавал под водой монстр, где было много-много мусора, где, эм, здесь сжимались стены. Здесь немножко жутко, потому что рамки, если так поворачиваться, не исчезают. Ладно, не суть. И, в принципе, так вот довольно-таки выглядит. И здесь они могли уже выйти. Ну, как раз-таки я вам и говорил тогда, что почему покажу позже наш мусоросток. Давайте вернемся обратно. Слава богу, я летаю, и мне переходить пешком туда-назад возвращаться не нужно. Мне кажется, получилось гораздо лучше, чем было в предыдущей звезде смерти. Но об этом говорить ранее, но пока что я об этом скажу еще, когда закончится собственно седьмая часть. И это еще не все. Во-первых, мы можем зайти здесь и вылезти уже сюда, в ангар, ну, сюда, ну, как бы, вот ангар. Мы его рассматривать будем уже в седьмой части. Вот. Выходим сюда. И здесь мы также можем вылезти в ангар. Но это еще не все. В принципе, знаете, вот эта замена тому лифту, который, по идее, должен быть вот здесь, в конце этого. Мне кажется, так. и вот здесь есть вход в комнату с генератором. Но мы туда пойдем чуть позже, потому что в эту комнату с генератором есть целых четыре входа. Ну, вот. Давайте пройдем сюда. Нет, давайте сначала пройдем сюда. Господи, сколько дверей уже. Здесь охранный пост. Вот, собственно, вот это охранный пост. Основной охранный пост, который здесь есть. Ну, вполне просто сделан. Опять же, есть комната с генератором, Но мы туда опять чуть позже зайдём. И здесь, например, медицинский кабинет. Здесь латают всяких офицеров и, собственно, обычных штурмовиков. Ну вот. Всякие интересные штуки. Я просто где-то мельком видел давно очень картинку в интернете, где разные части засмерлись на каком-то сайте. Там было как бы, как выглядят засмерлись внутри. Такие фанские рисунки. Реально мне очень понравилось. Я решил сделать действительно как это выглядит. Ну вот. Здесь как бы лечатся. Это операционный стол. Ну вот, всякие штуки. Господи. Я не понимаю, что это, но делал по картинке. Вот как-то так примерно это выглядело. Вот. Ещё опять же вход в комнату с генератором. Но мы в неё войдём чуть позже. Проходим сюда. А вот здесь уже ремонтируют дроидов. Там, помню, была по фильму такая комната, где ремонтировали дроидов. Сюда кладутся разные дроиды. Мелкие, большие. И здесь их ремонтируют. Склад с запчастями. Разные кнопки там, чтобы отключить всякие функции. И здесь сидит непосредственно главный ремонт. Тот же дроид или какой-то другой человек. И что-то там записывает. И управляет. Ладно. Заходим вот сюда. Здесь у нас комната с генератором. Да. В конец мы туда зашли. Вот как раз-таки все эти четыре входа. Вот. И сверху выход уже на этот вангар. Там такая вот идёт до сих пор вот эта, как она называется, с вышкой или вроде того, труба. Она идёт до самого верха. И здесь основной вход, который я отключал Абиван. Отключал Абиван. Это тут защитное поле. Отключалось и другие и прочие основные функции звезды смерти. Здесь она начинается. Она на самом деле глубже, намного уходит. Просто мне получилось сделать только так. Вот. Ну и в принципе это всё. По нижней части звезды смерти я всё как можно больше рассказал. Только не рассказал более подробно об этом. Всё потому что я реально сам здесь путаюсь. Господи, я о чём не думал, когда я вот это всё делал. Честно говоря, даже до сих пор спал нам голову про малу. Про... 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 Господи. Мой язык ужасен. Ну ладно. Давайте вылетим отсюда. И в принципе... Да. Это всё по первой части. Давайте в следующий раз уже засмотрим вторую. И подведём итоги. Подойдём в итоги. Поговорим о чём-либо другом. И ребят, в принципе, знаете, я сделаю специальный пост в ВКонтакте в моей группе. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске. Но я и сейчас расскажу. Ребят, когда я закончу обзор, напишите. Напишите в этом посте в комментариях, какой вам понравился больше всего. Какая постройка вам понравилась больше всего. Или несколько постройок, какие вам больше всего понравились. То есть посмотрите все выпуски и скажите, что лучше всего получилось. И на что больше. И над чем ещё можно поработать. Ну, это по желанию. Вообще, надо написать, что лучше всего получилось. Ну, а по желанию можете написать, чем надо поработать. Вот. В целом, это всё, ребят. Спасибо за просмотр. И не будет поставить лайк. Это поддержит меня. Потому что... Поддержит, действительно. И мне очень важны ваши лайки и комментарии. Ребят, обязательно ставьте комментарии, чтобы я знал, как вам это всё... Ну, стоит ли мне дальше это продолжать делать и так далее. Спасибо за просмотр. Ребят, друзья, ещё раз. С вами удачи. Всем пока. Пока.